Как улучшить сходимость нейросетей? В принципе, разбит на три части. Это нормализация, инициализация и регуляризация. Соответственно, первые две про инициализацию и нормализацию — это трюки, которые позволяют ускорить сходимость. То есть вам понадобится меньше шагов, например, для того, чтобы сойтись к оптимуму. А про регуляризацию мы будем говорить в контексте борьбы с переобучением. Это будут техники, такие как Dropout, DropConnect и другая. Ну и, соответственно, давайте начнем с инициализации. Вот у вас есть нейросеть, у меня есть много параметров. Их надо как-то изначально задать. Как это сделать? Допустим, мы можем задать все веса у линейных слоев нулями изначально. Можем так сделать? Ладно, окей. Так нужно делать? Что будет, если все веса будут нулевые? Ну тогда, соответственно, слой был в ноль везде, и будет бессмысленно. Да, и градиент будет идти одинаково по всем нейронам, и по факту все нейроны будут выучивать постоянно одну и ту же функцию. То есть по факту у вас, сколько вы нейронов в слои не добавите, они все будут вести себя как один нейрон. Это довольно-таки бессмысленно инициализация. Как еще можем? Можем единичной матрицей инициализировать. Можем? Можем. Можем так делать в плане, будет ли хорошо работать, более-менее. Что мы еще можем сделать? Мы можем проинициализировать смещение нулями, а можем веса проинициализировать сэмплами из нормального распределения с нулевым средним и в какой-то дисперсии. Допустим, 0,1. Мы так делали во всех предыдущих заданиях. Почему именно так? Почему нельзя дисперсию побольше, почему нельзя дисперсию поменьше? Вот мы сейчас как раз об этом будем говорить. И рассмотрим три способа инициализации. Первый из них называется Xavier или Gloros. В чем в идее? Давайте рассмотрим такой особый тип функции активации. Давай домашку можно без пароля скачать. Черт. Скрипит, а как можно начинать изактивировать? Нет, да, 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 я не поставил пароль, но я это исправлю. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Ладно, давайте продолжим. Давайте рассмотрим такие функции активации, которые в нуле равны нулю и у которых градиент в нуле равен единице. Например, в качестве такой функции активации можно использовать гиперболический тангенс. Ну, как раз выглядит как сигмоида, только немножко смещенная. То есть та сигмоида, которую мы называем сигмоидой, выглядит как-то так. Гиперболический тангенс будет выглядеть вот так. Соответственно, здесь производная единичная и в нуле равна нулю. Для чего нам это нужно? Если мы начнем обучать нейронную сеть из линейного региона, тогда мы можем функцию активации заменить на торжественную функцию. То есть фактически можно сказать, что если у нас есть zi плюс 1, активация на следующем слое, который равен функции активации от zi на матрицу весов, то это будет примерно равно zi на vi. Теперь давайте выберем веса так, чтобы дисперсия активации была бы более-менее постоянна вдоль слоев. То есть на первом слое, на втором слое, на третьем слое дисперсия как не убывала бы, так и не возрастала. То есть фактически более-менее постоянная активация. Ну, для этого давайте посчитаем, собственно, дисперсию активации. Как мы будем это делать? Так, ну давайте перепишем формулу. zi плюс 1 равняется f от zi, t, v, i, t. Дальше мы пользуемся тем, что f в нуле 0, ее производство равна единице в нуле. И можем разложить вред тейлора до первого члена. Получаем примерно равно zi на v, i, t. Окей. Берем дисперсию. Вот это вектор, поэтому давайте возьмем только одну компоненту, допустим, k, t. Чему равняется zi плюс 1, k, t? Как вычисли? Так, сумма, да? Сумма по t, это единицы до n и того. n и т, это размер этого слоя. z и т, t, t, v. Какое? k, t, t, t. Давайте будем считать, что изначально у нас все активации независимы вдоль, то есть по каждой размеру с ней независимы. Это на первом слое может добиться, например, декорреляция данных. И веса мы тоже сэмплируем изначально независимым образом. Тогда вот если все случайные величины независимы, мы можем сумму вынести за дисперсию. И также будем считать, что, ну давайте аккуратно напишем, сумма, it, дисперсия, z, t, t, it, k, t, t, it. В каком-то плане мы можем считать, что они не просто независимы, они еще и ознаково распределены. Тогда каждая слагаемая будет иметь ознаковую дисперсию. Тогда мы можем просто написать это как n, it умножить на, ну, говорите, одно слагаемое, давайте скажем первое. на дисперсию, z, первое, it, v, k, t, первое, it. Окей, вот у нас есть дисперсия произведения, чему она равна? У нас есть две независимые, что? Что? Ну, веса тоже случайная величина. Ну, мы их как раз будем цеплировать, и активация в каком-то плане тоже, что у нас данные поступают случайно. Да, ну окей, хорошо, что никто не сказал, что это произведение дисперсии, потому что это было бы неправильно. Давайте аккуратно выведем формулу. Так, значит, допустим, у нас есть две независимые случайные величины, ks и eta. Чему вообще по пределению равна дисперсия? Ну да. А, ну, x, кс, 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 кс. Да, да, окей, потом если расскажем сколько, получим от ожидания квадрата, минус квадрата от ожидания. Так, здесь квадрат заносим по скобке, получаем от ожидания кси в квадрате, eta в квадрате, минус... Мот ожидания произведения независимых случайных величин, чему равна? Произведение мот ожидания, да. Для мот ожидания это верно. Кси, мот ожидания, eta. Это все в квадрате. Так, если у нас есть две независимые случайные величины, то их квадраты тоже независимы. Поэтому, опять же, мы здесь можем расписать это как произведение двух мот ожиданий. Значит, это будет мот ожидания кси в квадрате, мот ожидания это в квадрате, минус, опять же, мот ожидания кси, мот ожидания это, каждый из них в квадрате. Окей, ну вот чему равна дисперсия произведения двух независимых случайных величин. Давайте подставим эту формулу в наше вычисление. Получим n и t. Мото ожидания квадратов. z первое и t в квадрате. Мото ожидания v к 1 и t в квадрате. И минус квадратов, призвение квадратов в мото ожидания. Значит, мото ожидания z первое и t в квадрате. И, наконец, мото ожидания v к 1 и t в квадрате. Скобочка. Да. Хорошо. Смотрите. Помните, в прошлый раз зачем-то вы читали средний из данных? Ну, там была хорошая аргументация для этого. Давайте поддерживать среднее мото ожидания для активации вдоль всей нейронной сети. Тогда мото ожидания z и t будет 0. Уже вообще можно выкинуть от слагаемого, только у нас здесь 0. Но давайте скажем, что у нас еще и веса в среднем нулевые. Для чего нам это может понадобиться? Если веса у нас в среднем нулевые, то z и t тогда в среднем будет нулевое. Если мы посчитаем мото ожидания z и плюс первое като, здесь будет мото ожидания, мы опять же получим 0. Так, значит, это 0. Теперь у нас еще два слагаемых. Мото ожидания z первое и t в квадрате. У него среднее 0, поэтому это равно дисперсии. Согласны? Так, значит, равно n и t дисперсия z первое и t дисперсия v като первое и t. Вот это дисперсия активации на предыдущем слое. Мы выразили активацию на текущем слое через дисперсию активации на текущем слое через дисперсию активации на предыдущем слое. Можем рекуррентную формулу расписать через произведение и получить то, что как раз у нас на слайде показано. То есть смотрите, у вас получается, что дисперсия на текущем слое равна дисперсии входных данных. То же z там нулевой, это будут просто ваши входные данные x. Дальше каждый слой вносит n като, размер като слоя, на дисперсию весов. По аналогии можно вывести дисперсию для градиентов. И получим очень похожую формулу. Градиент функции потерь по выходу нейронной сети, произведение n k плюс 1 на дисперсию на като слое. Единственное отличие тут важно, это то, что мы получаем n k плюс 1, то есть размер следующего слоя, а не текущего. Теперь, что такое хорошая инициализация? Давайте скажем, что у нас инициализация хорошая, если у нас дисперсия, активация постоянная. Ничего не затухает, ничего не взрывается. И то же самое верно для градиента. То есть и активация постоянная в среднем, их разброс, и градиенты. Как мы можем это обеспечить? Если мы посмотрим внимательно эту формулу, то чтобы d, z, z, z было постоянным, достаточно сказать, что n k, t, d, дисперсия v, k, t равно 1. Тогда каждый раз мы будем нажать на единицу, и ничего не будет меняться. То же самое верно для второй формулы. Получили систему уравнений. Но вот незадача, ее не получится решить. Потому что, с одной стороны, решение первого уравнения — это 1 делить на n, i, t. Решение второго уравнения — это 1 делить на n, i, плюс 1. Что делать? Ну, какой-нибудь компромисс взять. И в качестве компромисса можно взять среднегармоническое этих значений. Получим 2 делить на n, i, t, плюс n, i, плюс 1. Соответственно, теперь нам нужно выбрать какое-нибудь распределение на v, i, t. Мы договорились, что там будет нулевое среднее. Дисперсию мы только что выбили. Во-первых, можно взять нормальное распределение с нулевым средним и вот такой дисперсией. Также можно взять равномерное распределение. Если мы вспомним, что для равномерного распределения от a до b дисперсия равна 1 двенадцатой b минус a в квадрате, и подставим, что это как бы равно 2 делить на n, i, t, плюс n, i, плюс 1, плюс у нас распределение с центрированного круга нуля, мы сможем выразить как бы a. Получим такую формулу. То есть, в принципе, когда в статьях видите вот этот корень из 6 делен на корень чего-то, вот реально такая страшная формула. Если не знаю, с откуда она берется, то не очень понятно. А вопрос, можно? Да? Хорошая инициализация, это мы так определили или почему? Смотрите, если у вас градиенты не меняются от слоя к слою, то они как бы не затухают и не взрываются. Если градиенты взрываются, то у вас дисперсия будет как бы на бесконечность уходить, если затухают, то к нулю, а у вас как бы она постоянно. И то же самое для активации. Окей? Да, ну вот это одни из параметров, которые могут помочь. Так. Окей, с Ксавьером понятно. Мы сделали одно предположение важное. У нас функция активации, дифференцируемая в нуле, и производная равна единице. Но при этом мы постоянно используем ReLU, которая выглядит как, ну, все знают, как выглядит ReLU, да? Она не дифференцируема в нуле, но в нуле она ноль. Что делать тогда? Есть мета-инициализация, называется HEA. Можно проделать все те же операции, но уже предполагая, что у нас именно ReLU. Тогда получим очень похожие формулы для дисперсии активации и дисперсии градиента. Просто здесь будет одна вторая на каждом слое, для умножаться. Получаем аналогичные формулы. Дисперсия vKt равно 2 делить на nKt, а для градиентов получаем 2 делить на nK плюс 1. И по факту вот этот коэффициент, одна вторая, которая вылезает из ReLU, его можно вывести для любой функции активации. Это довольно просто гуглиться, для разных функций активации можно найти правильный коэффициент. Окей, что можно сделать? Ну, опять можно прийти к кому-нибудь компромиссу. Но ReLU очень часто используется именно в свершенных сетях. Давайте посмотрим, что будет происходить для свершенных нейронных сетей. И почему именно для них… Ладно, давайте посмотрим. Давайте скажем, что мы удовлетворяем только первое уравнение, а на второе забиваем. Посмотрим, как тогда будет меняться градиент. Дисперсия градиента, опять вот наша формула, которую мы вводили, будет равна чему? Одна вторая на вот это уравнение. Мы получим здесь примерно такую цепочку. n1 делить на n2, n2 делить на n3, n3 делить на n4. И там все посокращается. В итоге получим n2 делить на nd. Уножим дисперсию на последнем слое. То есть по факту, если мы будем удовлетворять только первому уравнению, то градиент будет меняться не больше, чем n2 делить на nd1. Что такое n2, nd2 для свершенных слоев? Вот если у вас, допустим, есть фильтр размерности 3 на 3, и там какое-то количество каналов. Чему будет равно n2? Ну, фактически будет 3 на 3 умноженное количество каналов. И в нейронных сетях обычно размеры фильтров одинаковые. И здесь будет просто соотношение количества каналов. Понятно почему? Если у вас там свертка здесь была 3 на 3, здесь свертка 3 на 3, 3 умножить на 3 сокращается в числе знаменателей, остается соотношение количества каналов. Это число обычно достаточно маленькое в свершенных нейронных сетях, поэтому, в принципе, отклонение дисперсии градиентов будет не очень сильным от того, что мы хотим. Соответственно, можем использовать нормальное распределение, с нулевым средним, и дисперсия 2 делить на n это. Или 2 делить на n и плюс первое. В принципе, разницы особо не будет. Окей. И вот в статье про второй метод инститализации, который мы рассмотрели, очень красивые графики приводятся, что давайте возьмем нейронную сеть с двумя слоями и активация RELU. Метод первый, который мы рассмотрели, будет вести себя так, а метод, который специально подобран для RELU, будет сходиться гораздо быстрее. А что будет, если мы еще сильнее увеличим глубину сети? Вот так. Вот метод с неподходящей дисперсией вообще не будет сходиться, а метод с правильно подобранной дисперсией под функцию активации будет сходиться, ну, хоть как-то. Окей. Есть еще один метод инститализации, который я хочу только упомянуть. Давайте попробуем инститализировать веса так, чтобы матрица весов была ортогональной. Помните, что такое ортогональная матрица? Матрица метроспанированная равна единичной. Что нам это даст? Во-первых, норма активации будет сохраняться. Во-вторых, у вас все компоненты матрицы весов будут ортогональны. То есть у вас будут ортогональные строки, соответственно, каждый нейрон будет делать как бы ортогональное преобразование относительно других нейронов. И в каком-то плане это говорит о том, что каждый нейрон изначально будет делать что-то свое, независимо от других нейронов. И это довольно-таки хорошая мотивация, поскольку у вас не будет такого, что все нейроны исправляют ошибки друг друга. Или некоторые нейроны делают одно и то же. У вас все нейроны делают какие-то ортогональные преобразования и, соответственно, делают все разное. Окей. Что делать для свершенных слоев? Мы можем вспомнить, как ведут себя свершенные сети. Мы берем какой-то патч с картинки и вычитаем скалярное преобразование его с ядром. Фактически это можно записать через скалярное преобразование, развернув соответствующий патч в вектор. И тогда здесь будет скалярное преобразование двух векторов. Соответственно, какой должна быть матрица, если мы хотим ортогональную инициализацию? Мы хотим, чтобы все фильтры были бы ортогональны. Для этого мы можем сгенерировать изначально просто ортогональную матрицу, размерность и количество выходных каналов, умноженное на… Ну, это первый размер, а второй размер будет количество элементов в ядре. И потом можем просто сделать решейп правильным образом и получить 4-х мерный тензор с ядром. Понятно? Тогда каждый фильтр, который мы применяем, будет ортогональным друг к другу. Давайте немножко advanced material. Я не настаиваю, чтобы сейчас все его поняли. Как вообще сгенерировать ортогональную матрицу? Ну, есть все, да. Просто сгенерировать ортогонную матрицу. Так. Есть метод, как сангулярское берешь сначала первое место. Так, можно так. Там считай, считай. Есть почему? Ну, грамма Шмидта. Ну, грамма Шмидта? Да. Да, окей. Еще один метод есть. Кто знает, что такое сангулярное разложение? Ух ты! Откуда? В прошлом санграции рассказывают. Отлично. Тогда у нас будет одна из лекций чуть покороче. Не буду осторожность рассказывать. Так. Вы берете и генерируете какую-нибудь матрицу X размерности n на k и делаете от нее сангулярное разложение. У транспонированная сигма v. Какие размерности будут? n на ранг, ранг на ранг, ранг на k. Это ортогональная матрица. Это тоже ортогональная матрица. Это диагональная матрица. Ну, там сангулярными числами на диагонали. Но это, в принципе, не важно. Значит, смотрите. Если мы хотим сгенерировать матрицу v ортогональную размера n на r, что мы делаем? Генерируем матрицу ранга r. Это довольно просто. Делаем сангулярное разложение и выбираем просто первый компонент. Можно через скрелетное разложение, например. То есть, если вы возьмете сумму u на v, i, t, v, i, t транспонированное, вот такую, то если все различные, то вы получите матрицу ранга r. Ну, можно сделать еще просто невыраженную матрицу, а оставшиеся сроки нулями забить. Так тоже можем. Окей. Так. Окей, есть ли вопросы по инициализации? Что там за k было? Что такое k было? Где? К, это ширина ядра. То есть, если у вас свертка с ядром размера 3х3, то вот k — это 3 как раз. Окей. А сколько мы слоев получаем, когда сворачиваем картинку с ядром 3х3? Допустим, картинка… Ну, ладно, окей. Картинка n, а мы сворачиваем с ядром k на k. С какой размер, ну, сколько мы слоев получаем когда мы слоев получаем в Google? Смотри, надо посмотреть, во-первых… У вас есть одна картинка, у нее там c каналов. Надо посмотреть, да. Окей. Есть ядро, соответственно, оно будет там 3х3 — это пространственная размерность ядра, и 3 — это количество каналов у ядра. Если мы вычтем такую свертку, то получим картинку, у которой будет только один канал. Если мы несколько таких разных ядер применим, то получим в конце большее количество каналов. В данном случае c штрих. c штрих сверток, получаем c штрих каналов на выходе. Вопрос? Да. Разумеется, все уже написано в PyTorcha. Это делал сам одной строчкой. Что это такое? Да? Вот невыщенная матрица единичная подойдет или все-таки лучше? Аааа… Он там… … … Очень хочешь сказать, что подойдет? Что? Ну, единичная матрица, она же… Ну, да. Тогонание дальше. Значит, семиллярное предложение, по-моему, будет просто… Ну, да, да. В принципе, это догонание, что его генерить. Ну, да, да. По-моему, единичная матрица, так семиллярное предложение будет перегонить. В смысле, имеется в виду, что вот в качестве W единичную матрицу. Для квадратных слоев, да, это… ну, так можно делать. Ну, для T квадратных мы можем… там уже давно и подключается R на R. Ну, R на R единичную матрицу, потом добиться остальные н-н-н-н, потому что R на R, в смысле R на R, и потом делать это… Да. То есть это так… По идее, да. Вот можете как раз в домашке сравнить один способ, другой способ. Ну, я случайную и единичную. И вообще это будет интересно сравнить. Так, окей, еще есть вопросы? Давай сюда продолжим. Регуляризация. Ну, мы на прошлом занятии говорили, что, или на позапрошлом, что есть несколько способов регуляризовать сеть. Вы можете сделать и два регуляризации, и один регуляризацию. Ну, это стандартные методы. Для конкретно нейронных сетей есть несколько специфических методов. И фактически они начались с так называемого дропаута. Преображение, на самом деле, когда я в первый раз о нем услышал, довольно-таки известкое. Мы берем нейронную сеть, и перед тем, как пропустить объект через нее, с какой-то вероятностью берем и зануляем нейроны. То есть они просто перестают функционировать. У вас была исходная сеть, вы какие-то нейроны занулили, и потом пропускаете ваши данные через такую прорежную сеть. Соответственно, вероятность, которую вы зануляете, ну, можно взять там одну-вторую. Подкидываете монетку, монета сказала, зануляем, зануляем, монета сказала, не зануляем, нейрон остался. Это в обучении. При предсказании вы оставляете полную сеть, но все веса домножаете на вероятность сохранения. Лучше фактически вы можете считать, что у вас каждый нейрон, это какая-то случайная величина, которая может присутствовать, может не присутствовать. Мата ожидания как раз будет правильная, если вы домножите веса на вероятность сохранения. Да, более того, для каждого объекта независимо. Нет, обратное распространение тоже через вот такую прорежную сеть. Ну, проще считать, что у вас здесь все веса нулевые, и градиенты тоже обрубаются. То есть если… Да. Ну, то есть он как, мертвый нейрон не посылает сигналы обратно. А как это и причем начинает? Чего-нибудь типа nn.dropout, во-первых. Сейчас, не очень. Смотрите, во-первых, есть уже реализованный слой, dropout. Во-вторых, его довольно просто-таки самому реализовать. Вы наследуете от nn-module, и у него надо переопределить только forward, проход вперед. И в проходе вперед вы берете ваш вход, генерируете случайную матрицу из нулей единиц, скалярно перемножаете, и вы пропускаете дальше. Дальше при вычтении градиентов, градиенты будут вычтены правильно, и как раз за счет домножения на 0 у вас градиент будет тоже проходить на нулевой. В общем, это более-менее хорошо описано в тексте задания. Вы там попробуйте реализовать модификацию dropout, которая называется dropconnect. Мы о ней сейчас тоже поговорим. А можно вопрос? Да. А зачем это вообще надо? Да. Как раз. Почему это вообще работает? Во-первых, это работает. Есть такая штука, кстати, описывается, называется соадаптация. Представьте, что у вас есть несколько слоев нейрона. Первый слой выучит какое-то преобразование от входа. И он смотрит на все элементы входа и совершает какие-то ошибки. Следующий слой пытается исправить ошибки предыдущего слоя. И фактически, вместо того, чтобы обучаться каким-то своим новым признакам, он пытается подстроиться под предыдущие слои, которые все еще совершают ошибки. И так это накапливается от слоя к слою. Что будет, если мы будем выкидывать нейроны? У вас очередной нейрон на следующем слое не может гарантировать присутствие своих предков. И поэтому каждый нейрон пытается выучить какие-то обособленные фичи, обособленные признаки, которые не будут зависеть от наличия всех нейронов. То есть это даже видно на вот этой картинке. Тут тренируется нейронная сеть, и мы смотрим на выученные признаки. Если мы не используем дропаут, то выучивается какой-то шум. То есть их очень сложно интерпретировать. Однако при применении дропаута каждый признак выучивает довольно-таки разреженные представления. То есть, например, вот этот нейрон смотрит на левую часть изображения. Это все обучается на картинках, на рукописных цифрах. Вот этот нейрон смотрит куда-то в центр. И каждый из нейронов смотрит только на небольшую часть. Ну опять же, биологическая мотивация. У вас, когда происходит потомство, перемешиваются гены мамы и папы. И, соответственно, каждый ген в процессе эволюции выучивается делать что-то полезное, поскольку не может рассчитывать на то, что другие гены будут присутствовать из-за перемешивания. И еще одна мотивация. То есть, знаете, когда выходит хорошая статья, все начинают пытаться интерпретировать, вероятность интерпретации сделать. Ну, в частности, додумывались люди еще до одной интерпретации, что дропаут можно интерпретировать как ансамбль. Вот вы на следующем семестре познакомитесь с градиентным бустингом и другими моделями, которые устроены следующим образом. У вас есть много-много слабых моделей, ну, скорее, random forest. Ну, неважно. У вас есть много моделей, вы усредняете их предсказания. И за счет устранения вы получаете более сильную модель, чем все эти небольшие элементы в отдельности. Когда вы делаете дропаут, вы по факту устраняете 2 в степени n, где n – это количество нейронов моделей. То есть, все возможные присутствия и неприсутствия нейронов. Идея понятна, что у вас итоговая модель, которая составлена из более слабых, получается сильнее, чем другие модели по отдельности. Можно, но это очень сильно выходит за рамки курса. Я скину статью, можете почитать. Так, смотрите, вот мы сейчас выбрасывали нейроны, но выбрасывать можно что угодно. Давайте выбрасывать не нейроны сразу же, а только веса. То есть, смотрите, у вас теперь, допустим, у вас была матрица весов такого размера, давайте просто сгенерируем бинарную маску и будем в какой-то вероятности заманулять каждый элемент этой маски. Соответственно, в дропауте была какая-то такая матрица, то есть, каждый нейрон выключался, а теперь может выключаться что угодно. Это называется дроп-коннект. Но на этом люди тоже не остановились, придумали еще кучу дроп чего-то там, дроп-оу, блок-аут есть. Ну, как бы дроп-аут, блок-аут. А какое слово это? Ну, тоже своего рода… Ну, смотрите, здесь вы… Не очень понял. В смысле, почему… Да, по эксперименту примерно так же. В статье, конечно, говорят, что лучше. Ну, попробовали, получилось. То есть, если вы знаете, что выкидывать нейроны хорошо, давайте попробуем выкидывать веса. Тогда у вас получится, что веса не подстраиваются друг под друга. Окей? Ну, прям такая. Дальше можно пробовать выкидывать слои, можно выкидывать блоки. В общем, очень много различных статей про то, как правильно выкидывать нейроны. У всех есть какие-нибудь свои мотивации, биологические, математические. И все в какой-то… Для каких-то моделей работают, для каких-то не работают. Всегда надо экспериментировать с разными методами регуляризации. Иногда просто или два регуляризации работают, иногда надо сделать с дроп-аут. Окей. Это про регуляризацию. Важно заметить, что когда вы используете дроп-аут, у вас нейроны все начинают сходиться гораздо медленнее. Но при этом гораздо меньше медленнее переобучаться. И последнее — это нормализация. Представьте, что у вас нейроны все, через которые вы пропускаете какие-нибудь данные. У вас данные на каком-нибудь первом шаге, вот у вас x, вы сделали преобразование первого слоя, и у вас все данные распределились в какой-то там гаусиане в новом пространстве. С каким-то своим средним, с каким-то модом от ожидания. Потом к нему применяется второе преобразование, и вы получили, опять же, какую-то гаусиану с каким-то другим средним, уже пространство может быть другой размерности. Давайте это назовем v1, пространство v2, v3. Отсюда мы посчитали какой-нибудь лосс, и начинаем его распространять назад. Все веса первого слоя второго как-то поменялись. Что произойдет на следующем шаге? У вас новый f1, там f1' допустим, с обновленными весами, будет преобразовывать уже не в эту область, а в какую-нибудь немножко смещенную. Следующий опять же как-то обновится и будет преобразовывать в какую-то другую. f2' куда-нибудь сюда преобразует. В чем проблема? f2' обновлялась таким образом, чтобы лучше предсказывать выход нейронной работы лучше в этой области. То есть f2 теперь на самом деле хорошо работает для объектов из этой области, но про объекты из обновленной области мы ничего не знаем. И получается такая гонка. Следующий слой подстраивается под распределение в предыдущий момент времени, в то время как предыдущий слой уже начал выдавать точки в каком-то новом положении. Понятно? То есть вы еще раз обновите, у вас опять же сместится распределение куда-то сюда. Следующий слой только вот за последнюю трассу настроился на это распределение и хочется как-то избежать вот этой гонки. Что мы можем сделать? Сказать, что давай, слой ты будешь генерировать распределение где-нибудь, ну скажем, в центре в нуле и с единичной дисперсией. Тогда не будет постоянного убегания области, постоянного убегания образа со временем обучения. Ну собственно, как мы можем это сделать? Мы хотим применить нормализацию. У вас есть бач, там допустим 512 объектов. Вы вычисляете среднюю активацию на текущем слое, вычисляете среднюю дисперсию на текущем слое для каждого нейрона и нормализуете. Вычислить среднее и поделили на стандартное убегание. То есть по сути мы хотим, чтобы один нейрон знал какой-то определенный признак и все, и дальше он бы ничего не знал о картине. Нет, внутри этого многомерного распределения может быть на самом деле что угодно. Ну просто его положение, как бы образ всех объектов должен быть примерно в одном и том же месте. Мы просто вот картинку тогда показывали и там отчетки вам видно, что один нейрон фокусируется на какой-то точечке. то есть какая-то часть цифр. То есть таким образом, как я понял, мы фокусируем его на вот эту часть, как он. Правильно? Да, я понял. То есть вопрос в том, как это будет совместно с дропаузом работать. Скорее всего вопрос в том, что если мы так не будем делать, то просто размыка будет, как я понял, вот эта часть цифр. Ну вот даже фигурка, на которой спокусировался нейрон, она будет размыка? Не совсем. Это немножко про разные вещи. Тут, например, да, предположим, что у нас нейрон постоянно смотрит на одну и ту же область картинки. Но он, у него вес может быть как бы W, может быть 2 умножить на W, может быть сколько угодно умножить на W. И активации тогда могут иметь такое распределение, если мы вес там в два раза увеличим, то такое распределение, и чем больше вес, тем больше дисперсия. И смотреть он может все еще на ту же точку, вопрос именно в том, как активации себя будет вести. У нас вопрос. Да? Будет ли проблема с тем, что, например, в каких-то признаках очень явно выделить, например, ну что-то, а в каких-то не так явно, и получается, что ненормализация мы как бы теряем явность того, насколько у нас ну, сила отклонения, короче, она уменьшается из-за этого. Ну и поскольку мы никак не на всей выборке это делаем, а в другие куски идет, то это будет... Ну, мы считаем, что у нас бачи репрезентативны, поэтому средняя по бачу примерно равно среднего по всей выборке, поэтому в этом плане все нормально. Ну, сейчас мы посмотрим, как аккуратно оценивать среднее. Ну, например, можно использовать скользящие средние, тогда у вас как раз сойдется в какой-то момент средняя к среднему по всей выборке. Ну, сейчас еще вопрос про размылисть и размылисть, а по сути, ну, вот это размылисть, то, что вы нарисовали, то есть вероятность обнаружить там где-то за центром, вот она зарастает в разных формах, ну, то есть то, что я и сказал, то есть если мы это сузим распределение, значит, мы говорим, что все, картиночка у нас прям по центру, а если она будет размыта, то значит, она будет, ну, непонятно, нейрон не понимает, где именно находится эта часть, ну, понимаете меня? Не очень. Ну, то есть если плюское распределение, то, ну, скорее всего, оно именно там, где сейчас нейрон сможет, а если оно размыто, если веса больше, и мы их не нормализовали, значит, вот эта фича может быть где угодно, в области, где они смотрят нейроны. Да, я понял. Мы все-таки смотрим на всю выборку, и вот эти значения активации, они для разных объектов из нашей выборки. То есть какие-то в среднем там большее количество будет давать нулевую активацию, какая-то часть будет активироваться. Ну, то есть получается, что... То есть это распределение для всей выборки? Да, 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 для бача. А, все, то есть то есть смотрите, у вас x, это имеется в виду, что вот у вас есть одна картинка, вторая, треть, четвертая, пятая, шестая, там большое количество картинок, вы все их переводите, и они все где-то распределены вот в этой области. На следующем шаге вот в этой области. Да, окей. Хорошо, что разобрались. Так, а все поняли суть дискуссии? Окей. Так вот, что мы делаем? мы хотим вычесть среднее поделить на стандартное отклонение по каждой размерности. Мотивацию я уже сказал. Что будет, если мы возьмем нейронную сеть, у которой активация от сегмоида? У нас средняя ноль, дисперсия один. Мы попадаем в линейный участок сегмоида, и поэтому получаем просто комбинацию линейных слоев. Потому что сегмоида примерно ничего не делает. Ну, она линейная. Комбинация линейных слоев это линейный слой. И у вас фактически нейронная сеть вырождается тогда. Как можем этого избежать? Ну, добавить еще два параметра. Давайте еще выучим для каждой размер все параметры гамма и бета, который будет просто делать какое-то линейное преобразование. То есть фактически мы теперь загоняем распределение не в нулевой средне-единичную дисперсию, а в среднее бета и дисперсию гамма в квадрате. И гамма и бета это параметры, которые будут обучаться при бэкпропе. Ну, куда вы вставите, то и будет. Обычно делал что-нибудь типа линейный слой, большая нормализация, нелинейность. Ну, или там, свершенный слой, большая нормализация, нелинейность. И вот такие тройки повторяю. Можно еще дропаут добавить. Вот. Окей? Гамма и бета будут подбираться. гамма и дисперсию бета, которые вы настраиваете. внутри бета, внутри бета, а внутри бета, монтаж и дисперсия могут быть какие угодно и меняться со временем обучения. Поэтому в каком-то плане вы как бы как раз нормализуете ваши данные на каждом слое. Но в тест тайме, когда вы уже предсказываете, вы можете посчитать монтаж задание по всей выборке, дисперсия по всей выборке. И да, действительно, вот это все преобразование преобразуется в обычный линейный слой. То есть фактически в тест тайме это очень дешевое преобразование. Вы его можете даже, скорее всего, схлопнуть с предыдущим линейным слоем, тогда слой обычной нормализации вообще не будет. Ну, кстати, как считать монтаж задание, если мы не хотим заново прибегать по всей выборке для его подсчета? Ну, можем использовать скользящее среднее. А у вас монтаж задание на следующей итерации будет 1 минус альфа на монтаж задание на текущей итерации плюс альфа, умноженное на среднее по бетчу. И то же самое можно сделать для дисперсии. Окей? Да. Ну, давайте альфа от нуля до единицы. Если альфа равно нулю, мы получаем ei плюс 1 равно ei, то есть вообще никак не меняем. То есть нас как бы интересует только как бы предыдущее монтаж задание. Если альфа равно единице, то мы получаем, что ei плюс 1 равно eb, то есть монтаж задания подсчитанного по последнему батчу. То есть мы смотрим только на новые объекты. Альфа где-то в середине между нулем и единицей мы как бы балансируем вес старых объектов и новых объектов. А мы как-то раздалкиваем альфа или по шуму, если есть? Ну, можно взять там 0,1, например. То есть нет какого-то какого-то альфа для конкретных сетей, чтобы для них лучше было? Надо просто подбирать альфа, которые будут сходить. Я думаю, тут не очень чувствительно к конкретному выбору альфа. Обычно берут так, чтобы вес старых объектов был бы примерно единичный. Ну, дальше надо подбирать. По факту можете открыть документацию по иторчаю и посмотреть, сколько там альфа выбрана по умолчанию. Окей. Этот слой обучаем. Через него можно пропустить градиент. и мы сейчас его посчитаем. И на самом деле это довольно хорошая практика, потому что мы в очередной раз повторим, как работает алгоритм обратного распространения ошибки, причем на не самом тривиальном графе. Так. Давайте я сразу открою формулы обновления. Что у нас происходит? Мы сначала вычитаем среднее по такой формуле, вычитаем дисперсию по такой формуле, вычисляем нормализованный выход и там домножаем на гам и проявляем бета. Давайте нарисуем граф вычислений. Значит, что у нас происходит на прямом проходе? У вас есть выборка х и т. По ним мы что строим? Мю, б. Дальше по мю, б и х и т мы строим сигма, б в квадрате. Дальше что мы делаем? Мы нормализуем х и т с крышкой. Их будет несколько, поэтому я в фигурных словах пишу. От чего она будет зависеть? От сигма. От сигма. мы хотим сделать бэкпроб. Для этого мы берем все ребра, переворачиваем. Какой у нас тогда получится граф? В вершинах у нас будут градиенты функции потерь по соответствующим переменным. Здесь будет dL по dx и т по dmu. Стрелка, соответственно, будет идти сюда. Дальше здесь будет dL по d сигма бета. И градиент пойдет сюда и сюда. Ну и так можно дальше расписать. Я это не буду делать, потому что у меня эта картинка уже есть на слайдах. Ну, она не противоречит вашей интуиции. Я думаю, просто в квадрате, да, в квадрате, разумеется. Окей, вот такая картинка получается. Например, видно, что в dL по dx и т идут ребра как раз от x и t от сигма в квадрате и от μb. Теперь нам надо посчитать градиенты. Значит, как это делается? При помощи in rule, как мы это делали на всех в предыдущих занятиях. Ну, все градиенты мы не будем считать. Это мы сделаем наколок ими. А сейчас давайте попробуем посчитать некоторые. Давайте, например, dL по dx и т посчитаем через dL по dy и т. dL по dx и т. Значит, в эту вершину входит только одно ребро, соответствующее dL по dy и т. поэтому мы пишем dL по dy и т. dy и т по dx и т. с крышкой. Согласны? Чему равно dy и т. по dx и т? Давайте сюда перейдем. Если вы продифференцируете dY по dx и т. то останется гамма. гамма. Да? Это равно гамма. А вот это мы получили от следующего условия. Окей, давайте посмотрим какую-нибудь более сложную решение. как вы понимаете, здесь один вход, это скучно. Ну, давайте dL по d сигма b. в квадрате. Четвертый мы тоже почитаем. Окей. dL по d сигма b в квадрате. Подсказывайте. dL по d x и т. Так, по d x и т, да, то есть сумма еще будет по всем x и т. Так? Мы получим сумму по i dL по d x и т с крышкой d x и т с крышкой по d сигма в квадрате b. dL по d x и т с крышкой мы посчитали. То есть я считаю d x и т с крышкой по d сигма b в квадрате. Ну, давайте формулу посмотрим. Ну, что ж, сумма по i dL по d x и т с крышкой. Так, d x и т с крышкой по d сигма в квадрате. 1 и минус 1 так. Ну, из суммы останется только одно слагаемое, которое зависит от x и. Согласны? А вот, кстати, смотрите, мю б же тоже зависит от x и. Что? А, да, все, я не туда смотрю. Так, тогда подсказывайте. Почему две трети? Одна вторая. Минус одна вторая. Ну, да, минус одна вторая x и т минус мю b деленное на сигму бета в квадрате плюс эпсилон 7 и 3 вторых. Нет, мы по сигму бета в квадрате считаем. Окей? Если попробовать по просто сигму бета, там будет гораздо более сложная формула, поэтому именно да. Зачем мы тут эпсилон прибавили? Ну, чтобы ноль не делить, да? Окей, так, хорошо. Но это опять было скучно, у нас как бы одно ребро входит. Давайте по DL по D мю b попробуем посчитать. Давайте опять подсказывайте. DL по D мю b Так, сумма соответствующая чему? DL по dx и t, да? Значит, будет сумма по i, DL по dx и t, dx и t с крышкой, по D мю b и плюс ребро который идет от сигма b в квадрате. То есть DL по D сигма b в квадрате D сигма b в квадрате по D мю b. Будем подставлять? Ну, давайте подставим, ладно. dx и t с крышкой по D мю b чему равно? минус 1 делить на корень с сигма b в квадрате плюс епсон. Окей, это просто. Сигма b в квадрате по мю b. 1 на m минус 1 2 еще, да? 2 m вот так по идее. То есть останется 2 умножить на то, что внутри скобок множество производное это. А сумма тоже нужна, да? Да. Да, согласен. И тут сейчас сумма по i. Только 1 дикт минус 1 дикт за сумму. Тут можно внести уже преобразовать, да, чтобы было попроще. тут не получится 0, если что. Окей. Вот, я как раз продолжал, пока кто-то не задал этот вопрос. Так. То есть у нас мю зависит от ноготь. А мю зависит там сигму, если мы часто находимся на 3 да, мы здесь как раз частную ищем, мы не раскрываем как бы дальше зависимости. при частной производной мы считаем, что вот эта константа, в смысле все кроме мюб константа, и как раз мы игнорируем зависимость от других переменных. по А почему на предыдущем шаге дифференцирован по сигму квадрате если мы видим как сигма квадрате мю в это и вся сравнивает как перемен то на предыдущем перифицирован по сигму квадрате на уголок ищем сурнание. Идет что диффицирован ? Когда мы по диффицирован по сигму квадрате. Да. В него входят ребра только от dL по dx ито. Остальные мы считаем константами. Неправильно понимаешь, что L это активация до 7-ой до 8-ой ито 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 то есть вы применяете где-то посередине вы применяете где-то в середине своей сети вашу нормализацию как слой соответственно она принимает обратное распространение dL по dy ито для каждого и и у него задача вычислить dL по dx ито градиент по входу и градиент по параметрам. Ну окей, оставшийся градиент я думаю довольно просто посчитать. Например, там почти у всех в колоктах будет задача посчитать dL по dx ито вот тут надо соответственно посчитать dL по d mu b dL по d sigma b и dL по d x ито с крышкой. Три слагаемых будет. Здесь посчитано, но надо будет это вывести. Пока что вы имеете. Окей. Понятно примерно как это работает. Теперь давайте вот пока я не открыл следующий слайд. да там еще следующий нужно ли нам использовать смещение эти байосы в слоях? У вас y равен там v на x плюс b нам имеет смысл использовать b или нет? Мы же все равно делаем смещение да мы все равно вычитаем среднее и b будет просто сокращаться каждый раз. Поэтому если вы применяете batch нормализацию вы выкидываете смещение из своих слоев. Так да ладно еще один трюк связанный с batch нормализацией это то что он как бы ведет себя как регуляризатор. Почему? Смотрите давайте попробуем посчитать градиент активации batch нормализации вообще слоя по весам. да здесь опечатка давайте это на доске выведем так batch нормализация от а на в умнож на у то есть что мы сделали взяли свой слой и в а раз увеличили все веса то есть в каком-то плане когда мы делаем l2 регуляризацию мы заставляем веса быть меньше сейчас окажется что batch нормализация сама поощряет маленькие веса ну нет у это вход в слой условно то есть допустим у нас комбинация линейный слой и batch нормализация вот как раз в на у это линейный слой и по d а в чему равняется batch нормализация от а в на у а это константа мы делим на стандартное наклонение поэтому а фактически сократится фактически это будет равно batch нормализации от v на u но здесь ничего сокращаться не будет мы а можем вынести из-под градиента ну из-под частной производной и получим 1 делить на а по v то есть смотрите если мы увеличим веса в а раз то производная в а раз уменьшится и фактически это не будет давать нам уйти очень далеко от нуля это будет поощрять маленькие веса в то же время если мы просто посмотрим на активацию то есть градиент там batch нормализации по входу то он не изменится если мы увеличиваем в а раз веса потому что у вас по факту просто сократится а в аргументе batch нормализации вы получите частую производную с исходными весами окей собственно несколько трюков или не трюков вопрос советов которые обычно используют при работе с batch нормализацией во-первых убираем смещение мы это уже обсудили во-вторых как показывает опыт batch нормализация ну скорее не опыт а статья по batch нормализации batch нормализация позволяет использовать больше learning грейд в чем опасность использования очень большого лидерный грейд да у вас будут очень большие градиенты у вас будет выучиться очень большие веса и фактически у вас могут быть взрывающиеся градиенты но при этом больше нормализации вам не будет давать очень далеко идти от нуля так градиенты при резком удалении от нуля резко разнуляются поэтому фактически batch нормализация даст вам возможность использовать больше learning rate и не бояться что у вас сеть разорвет вот плюс batch нормализация гораздо быстрее сеть с batch нормализацией учатся гораздо быстрее и поэтому learning rate обычно выбирают изначально очень большим и потом очень резко его уменьшают то есть обычно вы могли бы взять там скажем 0.01 learning rate или там 0.01 и как выводится вот так его уменьшать с течением времени если возьмете большее значение но уменьшать будете более быстро то есть обычно рекомендуется вот такое расписание по сравнению с вот таким вот дальше вы сказали уже что batch нормализация в каком-то плане сама регуляризирует сеть поэтому обычно если вы использовали 2 регуляризацию то вы ее значение делается меньше и то же самое про dropout вероятность сохранения нейрона надо повысить и наконец надо перемешать обучающую выборку когда вы готовите batch допустим прошли всю эпоху надо перемешать все объекты как думаете почему ну допустим один раз перемешали ну прям реально честно сделали рандом шаффл 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 так переобучение не было почему не так так будет подаваться когда вы идете по батчам у вас как бы разные объекты подаются да обычно это не так критично но в batch нормализации у вас есть параметры там гамма и бета а для них фактически обучающим объектом является весь batch и то же самое для мотождания и дисперсии поэтому если у вас там размер выборки 1000 размер батча условно 10 тогда у вас обучающих примеров для каждого параметра в принципе это 1000 но для гамма и бета будет всего лишь 100 однако если вы будете перемешивать то как будете генерировать новые обучающие примеры для бача да для гамма и бета для бача нормализации окей и пара мотивирующих картинок смотрите следующая лекция будет посвящена архитектурам нейронных сетей и одна из них это будет инсепшн пока считаю что это просто глубокая нейронная сеть которая в какой-то момент была там самая популярная если вы будете ее обучать на имиджнете ее кривое обучение будет выглядеть вот так добиваясь какого-то качества если вы просто возьмете и добавите бач норм то качество повысится вот эти ромбики это момент в который нейронная сеть соответствующая дошла до такого же качества как и бейзлайн количество обновлений по-моему количество обновлений весов теперь давайте мы же сказали что надо использовать learning rate побольше давайте увеличим learning rate увеличим ее в 5 раз получаем еще лучшее качество за гораздо меньшее время ну зачем остановиться на 5 давайте в 300 раз увеличим нейронная сеть будет сходить чуть медленнее но при этом сойдется к гораздо лучшему качеству а теперь самое интересное давайте возьмем inception и все его ниль-лень заменим на сигмоиды у сигмоиды есть куча проблем о которых мы говорили там затухающие градиенты все такое вообще не сойдется нейронная сеть то есть там качество будет 0 а теперь берем и добавляем бачно нормализацию оп у вас нервная сеть начинает сходиться да, к более плохому качеству но она сходится без бачно нормализации вообще никакого качества не удается получить просто рандом это очень важный результат да 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 при этом если увеличила в 300 раз для исходности ее разорвет вообще ничего учиться не будет а если мы увеличим его в 100 раз я думаю в какой-то момент все-таки его разорвет но он просто тут не показан этот момент да, здесь не показан ну как бы когда вы пишете статью вы хотите показать свой метод с хорошей стороны ну хорошая сторона да вот вы в 30 раз увеличили learning rate у вас типа в ком-то плане быстрее обучаются параметры при этом бачно нормализация как раз позволяет избежать вот этой гонки и за счет этого и за счет эффекта с регуляризацией у вас обучение происходит гораздо быстрее то есть сигмоиды это я не так не очень понял ну мы добавили вот там либо это все вроде вот ей вы тут так рассказывали а тут вы говорите что сигмоиды что-то не так если бы мы просто в исходной сети где не было бачно нормализации использовали бы сигмоиду там были бы затухающие градиенты везде или взрывающиеся градиенты везде и нейронной сети было бы очень тяжело обучить это как-то можно прочитать просто посмотрите как это делать в смысле что будут взрывающиеся или не затухающие взрывающие это по сути подрастающие рекордиенты да у вас с каждым слоем там становится больше больше или наоборот затухающие что меньше меньше мы это выводили на 2 лекция по-моему и получили что если у вас там веса будут слишком большие то у вас экспоненциально прям будет рассе норму градиента если очень маленький то наоборот затухать очень быстро окей вопрос на поразмыслить у вас есть линейный слой бач норм и коин с рилу можно в таком порядке соединить а можно сначала применить рилу а потом бач нормализацию как лучше я сейчас не буду говорить ответ подумайте посмотрите какие плюсы и минус одного подхода другого собственно задачка на размышления и да я не сказал одну вещь что делать с бач нормализацией для изображений там как бы размер изображения может быть разный для сверочных слоев поэтому бач нормализация считается для каждого канала вы считаете среднее по всем объектам из бача и по всем пространственным размерностям для каждого канала таким образом вы можете использовать бач нормализацию для картинок с разным разрешением с разным разрешением есть ли какие-нибудь вопросы отлично тогда сейчас будет семинар а я вопрос устраняем что да тут есть как бы плюсы и минусы если вы приводите все изображения к одному разрешению то вы можете сложить бач и использовать электризацию операции ну то есть там матричные произведения можно быстро вычитать за счет того что вы в бачу сложите если вы будете использовать в разных разрешениях то вы так делать не сможете но при этом иногда имеет смысл оставлять решение исходное изображение ну то есть представьте что у вас было какое-то такое длинное изображение очень вытянутое если его рискейдете до правильного разрешения то у вас как бы сожмется объект который здесь находился ну и наоборот если вы вытянете то там человек станет слишком высоким размерность да смотрите допустим у вас есть два тензора там такой поменьше свершные слои вы можете применять к объектам произвольной пространственной размерности в конце вы можете применить какую-нибудь операцию которая сделает агрегацию по всем пространственным размерностям например просто усреднить все признаки ну то есть представьте что у вас было изначально изображение там 2 на 2 получилось а для этого получилось в конце там 3 на 2 вы просто берете усредняете все все признаки получается одно как бы один вектор одинаковые размерности для обеих разрешений для обеих разрешений а и Продолжение следует...